Ранним утром около учебного центра железной дороги водитель Тойоты Краун протаранил два автомобиля и врезался в дерево. Пострадавшего виновника ДТП увезли в больницу с сотрясением мозга. Правда, после осмотра горожанин вернулся на место аварии. Полицейским раненый заявил, что ударился головой и ничего не помнит. Впрочем, восстановить картину ДТП не составило труда. Её своими глазами видели сидевшие в Тойоте Спасио водители-пассажир. Она была припаркована на почтительном расстоянии от Лауреля. Его хозяин уже был в учебном центре. Приятели, сидевшие в Спасио, собирались идти туда же, но не успели выйти. Лаурель стоял вообще вон там, за проездом. Там есть ямка, получилось. Он ударяет, на этой ямке подскакивает и его тащит сюда. И вот сюда. То, что есть. Вот это самое ДТП глазами друзей. Краун нарушителя становится виден лишь после удара. Припаркованный впереди Лаурель, словно взбесившийся, бросается вперёд и врезается в минивэн. Автомобиль нарушителя, влетевший в канаву, ударяется ещё и о дерево. Разбитые машины, словно финальным конфетти, осыпают оторвавшимися от веток листьями. Выбравшиеся из Спасио учащиеся, поспешили огорчить владельца Лауреля. А он в это время сдавал экзамен. Свои одногруппники сказали, нам сказали, выйди там, посмотри. Я подошёл, посмотрел окно. Правда, моя машина уже здесь перепаркована. Виновник ДТП, якобы не помнивший обстоятельств столкновение, потом вдруг начал припоминать кое-какие детали. Во всём был виноват мобильный телефон. Виновник ДТП, ехавший в детский сад забирать заболевшую дочь, с приездом автоинспекторов обнаружил, что срок действия полиса ОСАГО у него закончился. Теперь выплата ущерба целиком и полностью его головная боль. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Пак и Степан Симонов.